Полдень на часах, а на телеканале ПС Новости с вами Валентина Скворцова. Здравствуйте! Ледоход все ближе к Архангельску. Сейчас он на подходе к деревне Абрамково Верхнетоймского района. Подвижки льда зафиксированы и в районе села Нижняя Тойма. Это 411 километров от областного центра. На реке Сухона ледоход практически завершился. На Ваге затор в районе деревни Усть-Паденьга. Что касается реки Онега, то на ней наблюдается ледостав, как и в акватории порта Архангельск. Стоит заметить, первая волна паводка благополучно прошла в Котласском и Красноборском районах. Никаких подтоплений не наблюдается. Тем временем стали известны сроки открытия навигации для маломерных судов. 29 апреля она разрешена в Котласском, Вельском, Велегодском, Ленском, Каргопольском, Конышском, Ниандомском, Усть-Янском, Красноборском и Шенкурском районах. С 1 мая на водных объектах, расположенных в Верхнетоймском, Виноградовском и Плесецком районах. С 9 мая в Ванежском, Холмогорском, Пинежском, Приморском районах, Архангельске, Северодвинске и Новодвинске. А с 15 мая на водных объектах Мизенского и Лешуконского районов и на Соловках. Лечение с удовольствием в опорно-реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями новое оборудование. Оно получено в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан Архангельской области». Гимнастику и физкультуру здесь никто не отменял. Но детям гораздо интереснее заниматься спортом с помощью компьютера. Для воспитанников реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями теперь каждая процедура – настоящее приключение. Процедура мне нравится, мне приятно с компьютером. Специалисты центра постоянно совершенствуются в профессии, используют современные методы лечения, проходят обучение на современном оборудовании и тренажерах. Одно из нововведений центра – новый прибор для тренировки мышц. Данное устройство «Тонус» работает по принципу биологической обратной связи. К телу ребенка крепятся электроды, по которым сигнал передается на экран компьютера. Данный прибор предназначен для тренировки различных мышц – мышц спины, верхних и нижних конечностей, мышц шеи. И также для тренировки диафрагмального дыхания. Здесь и стабилотренажер-комплекс, который помогает ребенку учиться управлять балансом своего тела. И бесконтактная гидромассажная ванна, которая, вибрируя, расслабляет мышцы и превращает лечение в удовольствие. Ценность нового оборудования как для детей, так и для сотрудников центра сложно переоценить. Нам, как специалистам, очень важно, чтобы ребенок тут же видел результат своего действия, чтобы он был замотивирован на ту работу, которая задана специалистам. И понятно, что при сопоставлении мотивации, то есть интереса и эффективности, мы получаем эти результаты гораздо быстрее. Завтра в Архангельской области стартует всероссийская акция «Георгиевская ленточка». В этом году можно будет не только получить, но и узнать, как правильно носить ленту. Всего их планируется раздать 200 тысяч. Вообще, Георгиевская ленточка – это один из наиболее узнаваемых символов, атрибутов Дня Победы в Великой Отечественной войне. А также это символ, который указывает на уважение к ветеранам, выражает гордость за свою страну. Областная книга года перелеснула очередную страницу в Архангельской библиотеке имени Добролюбова наградили победителей регионального конкурса «Книга года-2016». Он состоялся в 15-й раз. Лучшим автором книги о русском севере признана Людмила Жирова-Козинская за произведения «Сказки бабушки Просковьи». Издание окунает читателя в жизнь северной деревни начала 20-го века. Здесь и костюм, здесь и вышивка старинная, здесь и архитектура. Здесь очень много полезных. Потом этнографических очень много, словарь очень интересный. Для детей тоже очень полезно. Что такое ткацкий стан, что такое оприя шконская. Подробный репортаж с награждения победителей конкурса «Книга года» смотрите в программе «Сейчас в регионе» в 16 часов на телеканале ПС. В Поморской филармонии прошел благотворительный концерт зрители – воспитанники детдомов и школ-интернатов. 170 архангелогородцев купили билеты на концерт и подарили их зрителям. Всего на концерте побывали 300 ребят из Архангельска, Новодвинска и Северодвинска. Так как Пасха – праздник, в принципе, добра и милосердия, то мы подумали, что артисты филармонии тоже должны внести свой вклад в этот фестиваль. Пока на этом все. Увидимся в 16 часов. Редактор субтитров А.Семкин